Просто просмотрел новости, видел похожие КАМАЗы в телеграм-канале. И вот, когда ехал по городу, сильно удивился увидеть такой же КАМАЗ в нашем городе Гомеле. Поэтому решил сделать фото и отправить его в телеграм-канал. Какой-то такой цели на самом деле не было. Просто удивление то, что встретил его в Гомеле и просто видел похожие КАМАЗы в этом же канале. Он решил отправить свой. Кто-то скинул КАМАЗ, я скинул КАМАЗ и все. Я не преследовал какой-то конкретной цели, вообще не хотел ненавидеть кому-то. Просто по глупости сделал то же самое фото, как кто-то когда-то в другом месте делал. В течение дня я посмотрел, что оно было опубликовано и все. За комментариями или какие-то дискуссии я никогда не участвовал. Ну, мне это было неинтересно. Примерно через две недели после того, как я опубликовал фото, я был задержан сотрудниками Губовика дома. Я был сильно шокирован. Я не знал, что за фотографию предусмотрена уголовная ответственность сроком до шести лет. Если бы я знал, что такое вообще возможно, я бы никогда не сделал бы таких действий вообще. Я уже много раз пожалел о том, что я сделал. И если была бы возможность просто проехать мимо, не делать фотографии, не отправлять, я бы, естественно, так и сделал. В нашей стране жизнь вас вполне устраивала. Какого уровня доход был в месяц? Доход у меня был достаточный. Можно сказать, тысячу долларов зарабатывал. Валентинные были русские рубли. Ну, и в целом жил хорошо. Не собирался никуда уезжать. Хотя, ну, были варианты, опять же, после 2020 года. Но я считал, что мне здесь хорошо жить. То есть государство сделало, скажем, все для того, чтобы вам, как специалисту, можно было реализоваться в нашей стране? Да, я получил образование, нашел работу и получал хорошие деньги. Что вы сейчас испытываете? Хороший вопрос. Неопределенность, потому что я не знаю, что будет дальше. Хорошо.